Китай Одна из древнейших на Земле цивилизаций, насчитывающая более пяти тысячелетий. Родина бумаги, шелка, пороха, чая и многого-многого другого. Для чего же мы снова едем в Китай? Чтобы стать настоящим китайцем, поднявшись на Великую Китайскую стену. Посетить легендарный монастырь Шаолинь, увидеть терракотовую армию и древний город Пиньяо. Они развиты, хорошо, у них дороги такие красивые. У них специфическая азиатская внешность, это, допустим, узкий разрез глаз. Наверное, они похожи на вьетнамцев. Нет, я с Китаем не очень. Точно не скажу, но вроде за шесть, ой, какие за шесть, за два миллиарда перевалю. Ляма, а миллиарда, наверное, три. Не знаю, пара миллионов. Четыре миллиарда. Крокодилов, там, жуков все. Какая-то китайская кухня, лапша, китайский зеленый чай. Серьезно, они крокодилов едят? Работают. Потому что они всегда работают. Как говорят злые языки, в мире пять миллиардов человек, а китайцев еще больше. Но это все же преувеличение. Население Китая составляет всего лишь полтора миллиарда человек. Или одна пятая часть всего населения Земли. Отличный язык. Хао. Ромах на Смональ. Сминь сюнь. Синцяо, так это не на китайском. Нихао. Что? Нихао, это означает привет. Цунцань дзинцань нон, талан, тань, фун. Цунцань, я в японском языке. Кунешуа. Уанчао, уги, я санглэляд. Те-де. Иероглифы можно увидеть не только в китайском письме, но и на теле твоего друга. Иероглиф – самый популярный сюжет для татуировки. Китайский язык – наиболее распространенный современный язык в мире. На нем говорят более двух миллиардов человек. Мыслитель. Это воробьев стрелял. Политик, философ. Император Китая был. Это, наверное, человек. Там у них бог, что ли, какой-то, или император, ну, который там у них во главе. Лидер компартии Китая. Кто Мао Цзэдун? Китайский мыслитель, поэт, теоретик и практик, председатель китайской компартии, лидер китайского народа Мао Цзэдун. Несомненно, он является одним из наиболее влиятельных китайских личностей за всю историю страны. Чтобы понять Китай, нужно понять Мао Цзэдуна. Магнитик. Какой-нибудь костюмчик. Там статуэтки есть у японских башков. Не, на самом деле я хочу стелепортироваться. Наверное, все бы скупила, потому что это красивая страна, мне очень нравится. Телефоны. Китайский телефон. Я хотел бы, чтобы из Китая мне привезли чай. Китай интересен не только путешественнику. Незабываемый шоппинг в Шанхае и Пекине. Здесь можно дешево купить шубу, жемчуг или сотовый телефон. А может быть вы хотите познакомиться ближе со сказочным медведем Пандой или метровой Саламандрой? Китай поражает ощущением древней культуры, не утратившей своей жизненности. Чувством ожившей истории, сочетающейся с кипучей, молодой и полной смелых дерзаний современной жизнью великого народа. Продолжение следует...